В столице Чувашии проходит 13-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. На конкурс представлено 24 фильма, 5 из них сняты чувашскими авторами. Кинопоказы идут в студию Чувашкино, в Театре юного зрителя и Национальной библиотеки. Вход традиционно бесплатный, но количество зрителей ограничено в связи с эпидемиологическими правилами. Обо всех интересных моментах по существу поговорим с художественным руководителем Чебоксарского международного кинофестиваля Сергеем Лаврентьевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Чем отличается этот кинофорум от предыдущих, на ваш взгляд, не считая эпидемиологической обстановки, конечно же? Ну вот с тем, что он перенесен с мая на ноябрь. И когда мы готовились к майскому фестиваль, это должен был быть немножко другой по масштабам фестиваль. Должны были приехать выдающиеся деятели из-за рубежа. И больше иностранных картин должно было быть в конкурсе. В основном, вы сказали, что 24 картины в конкурсе, а не в конкурсе именно этнического и регионального кино. Но еще есть конкурс просто больших картин, конкурс игрового кино, который проходит в Сеспеле. И там еще 11 картин. И два жюри. Это тоже на получение статуэтки Анне? Конечно, конечно. Значит, одно жюри судит фильмы этнические и региональные, второе жюри судит фильмы большого игрового конкурса. И вот в этих жюри должны были заседать тоже люди со всего света. Но там была другая ситуация, мы готовились отмечать столетие республики. Ну и, разумеется, сейчас никто и приехать из-за рубежа не может, поэтому немножко вот это поменяли. Программа, она как была, так практически без изменений по фильмам. Осталось, пока зайдут еще по всей республике. Это традиционно всегда. И туда даже ездят в Ливуде, представляют картины из тех, кто приехал сюда. Создатели картин, которые приехали, они очень рады и довольны, и общаются с зрителями, и зрители их терзают вопросами. Ну, все, в общем, как на фестивале. Традиционно, да? А как, кстати, приглашают гостей на кинофестиваль? Они сами изъявляют желание или подбираются тематически? Нет, значит, когда выбирается фильм в программу, то тут же сообщают об этом создателям картины, режиссеру, актерам. И если они могут, они приезжают. Если не могут, не приезжают. Что же касается непосредственно звезд, которые приезжают на открытие и закрытие, то это совершенно другая история. Коммерческая, они приезжают за деньги. И вот это как раз то, что очень нравится людям и не нравится мне. Потому что, честно говоря, я не понимаю, почему должны платить большие деньги. Большие деньги. По чувашским меркам очень большие деньги. А актеру или актрисе только за то, что она придет, сделает так ручкой, скажет три слова со сцены и уедет тут же, забрав эти самые большие деньги. Я, честно говоря, никогда этого не понимал, но понимаю то, что это одна из частей фестиваля. Это во всем мире так. Да, это во всем мире так, безусловно. Но главное только, чтобы соблюдать баланс, чтобы эта часть не становилась главной. Потому что это все-таки не мясо, а гарнир. А мясо – это фильмы. А в этом году всем ли приглашенным гостям, российским, я имею в виду, с зарубежными, все понятно, актерам, режиссерам, критикам была возможность приехать в такое непростое время в Чебоксаро. Ну, в общем, никто из-за эпидемиологической ситуации не отказался. Отказались там, отказывались там из-за того, что кто-то работает, кто-то снимается, кто-то в театре играет. Даже у нас есть некоторые люди, которые приезжают, уезжают на один день, потому что спектакли в театре опять возвращаются. Вот у нас две актрисы в двух жюри, они как раз вот позавчера на один день отбывали, потому что готовят другой спектакли. Есть и гости, которые дистанционно, да, участвуют в кинофестивале. А это, значит, произошло... Тоже фишка этого. Да, это фишка абсолютная, потому что Дима Астрахан, который был здесь неоднократно, кстати, он очень любит это, этот город, этот фестиваль, он согласен быть председателем большого жюри, и вроде бы он собирается приехать на закрытие, как бы, оффлайн. Но пока, вроде, смотрят фильмы так, там, саму себя. Ну, приехала Светлана Немоляева, Дмитрий Назаров. Да. Вот навстречу, к сожалению, не смогли попасть жители Чувашия со Светланой Немоляевой. Она приболела, да, немножко. Как ее здоровье? Все волнулись. Значит, все вроде бы нормально, потому что ее на реанимобиле увезли отсюда из больницы в больницу в Москве. И вроде бы, как врачи сказали, что это не опасно. Вот она же просто упала в обморок, и что-то там немножко переломило себе. Но вроде бы сказали, что через два месяца она сможет играть. У нее должен был быть спектакль. Она же уезжала как раз после вечера в Москву, улетала, потому что у нее на следующий день должен был быть спектакль. И вот теперь спектакль, конечно, отменили. Но она, ой, она прекрасная совершенно. Да, конечно. Я ее обожаю просто. Я думаю, что все жители Чувашии, мы вместе с ними пожелаем ей крепкого здоровья. Да, конечно, безусловно. А расскажите немного про программу детского кино в рамках фестиваля «Команда мечты». Я знаю один из фильмов. Какие фильмы подобрали еще для школьников Чувашии? Тематика, посылы? Ну, с детским кино вообще все-таки достаточно сложно. Потому что в отличие от, скажем, советского периода, когда детского кино снималось очень много, сейчас его снимается очень мало. Потому что это большие деньги, большие затраты. Дотраты такие же на съемки. А прибыли невозможно получить просто, потому что проката нет практически. А там телевизор и там интернет, это все как бы не покрывает расходы. Но тем не менее каждый день в большом зале ТЮЗа в 12 часов проходят показы. Вот просто несколько картинок. Одна картина – это вот «Команда мечты» такая про конный спорт. Там лошади красиво скачут по широкому экрану. И есть такая в Ярославле, такая частная детская студия. Называется «Компот». Они делают такие вот детские, маленькие, такие, они начинают, как яролашики такие. Журнал «Яролаш» был такой детский в свое время. Да, Боря Грачевский, гость прошлого фестиваля, значит, его делает. И вот в Ярославле тоже они сначала начинали с таких маленьких детских журнальчиков. Теперь они делают такие большие детские программы. И вот это тоже показывается в 12 часов для детей. Ну, кроме того, еще есть в основном конкурсе фильм «Сестренка», где дети в центре. Большим успехом он прошел. Не знаю, что значит жюри решит по его поводу, но думаю, что приз зрительских симпатий ему обеспечен. Вот, так что детских картин немного, но все, что есть, пытаемся показать. Угу. Итоги конкурсного показа подведут 5 ноября. Но на сегодня есть ли фильмы-режиссеры, которые вас удивили, поразили своими работами? Меня уже, во-первых, удивить, поразить сложно чем-либо. Я понимаю. Во-вторых, я видел все эти картины. И кое-что из конкурсных картин мне очень нравится, кое-что не очень. Я, программа составлена не по принципу того, что вот то, что мне нравится. Нет, ничего подобного. Есть картины, которые мне лично нравятся не очень, но я считаю, что должны их посмотреть зрители, потому что их больше негде посмотреть просто. Есть в интернете, но в интернете это все не то. Надо прийти в кинозалы и посмотреть. Вот это, такую возможность представляет только кинофестиваль. Ну вот вы бы что посмотрели, если бы вы были зрителем? Вы знаете, я не могу сейчас называть картины, потому что это будет как бы некорректно. И некое такое давление на жюри, якобы, мол. Поэтому я называть картины название не могу, но надеюсь, что вот это послезавтра уже все станет ясно. А что ждет, кстати, зрителей на закрытии 5 ноября? Там много призов и в одном конкурсе, и в другом. Будут наверняка какие-то музыкально-танцевальные номера, как это обычно бывает. Очень хорошие у вас и певцы, и танцоры. Всегда это интересно смотреть и слушать. И потом у нас есть такая программа под названием «Подарки членов жюри». То есть члены жюри, которые, разумеется, не могут поставлять свои картины в конкурс, они показывают свои последние работы вне конкурса. Вот на открытии была последняя работа Димы Астрахана как раз в фильме «Судьба диверсанта». А на закрытии будет последняя работа Ларисы Садиловой, которая возглавляет жюри этнического и регионального кино. Фильм «Однажды в Трубчевске». Такая мелодрама. Очень тоже, я думаю, народу сильно понравится. О чем? О супружеской неверности и любви. И она была в Кане, на Каннском фестивале в прошлогоднем. И она такая простая и очень такая сердечная. Вот было когда-то такое кино у нас, потом его не стало. И вот теперь оно в виде этой картины снова появилось. На фестиваль заявлены работы местных киноавторов. Какое у вас вообще впечатление о кинематографе Чуваши? Вы знаете, во-первых, я всегда испытываю некую гордость. Потому что когда мы начинали делать фестиваль, никакого кино в Чуваши и не было. Вообще. Может быть, где-то раз в пять лет какая-то документальная короткометражка на 10 минут снималась про что-то. А сейчас вот пять штук. Тем более, короткие, длинные. Конечно, еще нельзя их как бы сопоставлять с большими работами крупных мастеров. Но тот факт, что кинематограф Чуваши зародился благодаря кинофестивалю абсолютно точно. Вот это факт. И вот его не было. И теперь он есть. И это уже хорошо. Теперь надо ждать, пока количество перерастет в качество. А вот вы с годами видите это качество? Да, да, да. Есть изменения? Есть, есть, есть. Вот была картина «Хурло». Очень хорошая. Она демонстрировалась не только в Чебоксарах, но и на других фестивалях тоже. Вот, пожалуй, это был самый такой большой успех за пределами Чуваши. Но сейчас еще появился другой фестиваль только Чувашского кино. Только всего этого невозможно было себе представить, когда начинался Чебоксарский фестиваль. То есть это разветвление международного кинофестиваля. Да, да, да. Не из чего было делать программу. Просто не было. А теперь вот их так много, что хватает аж на два фестиваля. Ну, конкурсантам пожелаем удачи, а вам и зрителям открытие новых картин и имен в кинематографе. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.